Отработка нападения с востока, с России. Здесь, на литовской базе, солдаты из Германии много лет тренировались вместе с военными из стран Балтии. Нахождение немецких солдат здесь называлось временным, до сегодняшнего дня. К 2027 году размещение тут 5000 немецких солдат станет постоянным в составе бригады Бундесвера в Литве. Это станет первым постоянным размещением немецкой военной миссии за пределами страны. Мы, члены НАТО, скреплены договоренностями, которые соблюдаем. И это означает, что мы защищаем друг друга. И что все государства могут рассчитывать на то, что мы защитим каждый сантиметр их территории. Постоянное размещение солдат за границей – важный шаг для Германии. Страны, которая десятилетиями придерживалась мирной риторики после признания вины за преступления нацизма. После агрессивного нападения России на Украину, союзники по НАТО решили усилить военное присутствие в Европе и пойти на расширенное военное сотрудничество. Первая группа солдат Бундесвера отправилась в Литву ранее. Уже решено, что бригада будет расквартирована в двух местах дислокации – «Руднинкай» и «Рукла». Солдаты и офицеры считают, что настало время Германии сделать шаг вперед и сыграть свою роль в обеспечении коллективной безопасности. «Я считаю, в течение 40 лет мы, это моё мнение, получали выгоду от того, что солдаты НАТО размещались в Германии. Я родился в Мюнхенгладбахе, и там было расквартировано 15 тысяч британских солдат. Я считаю, теперь наш долг – сделать то же самое на восточном фланге НАТО». Прошло пять месяцев. По словам командира бригады, подготовка идёт по плану. «Учитывая актуальные угрозы безопасности, мы должны уметь реагировать своевременно. Если понимать всю серьёзность ситуации, тогда не возникает сомнений в том, что мы можем повлиять на процесс». Однако существуют опасения, что из-за экономической ситуации в стране германское правительство может сократить финансирование проекта. Поэтому сейчас Германия и Литва подписывают в Берлине соглашение, закрепляющее их обязательства. Помимо всего прочего, планируется строительство немецкой школы и медицинских учреждений для семей солдат и офицеров. «Вместе мы делаем всё возможное, чтобы военные бригады Бундесвера прибыли в Литву, чувствовали себя здесь в безопасности, чтобы им были предоставлены наилучшие условия». Пройдёт ещё три года, прежде чем бригада Бундесвера в Литве будет полностью укомплектована. Но она уже формируется. Скоро в Литву прибудет следующая группа немецких солдат. В октябре ожидается прибытие ещё как минимум ста человек.